Всем здравствуйте! С вами на связи Ления Манутиада, и я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего расклада будет называться «Зона комфорта». Она взята из книги «Мастерской Тароса знания», и в ней будет всего одна позиция, это общий расклад. Я решила сегодня сделать его для того, чтобы в общих чертах посмотреть, примерить на себе, возможно, услышать какую-то дополнительную информацию и больше углубиться в этот вопрос. В этом раскладе мы рассмотрим 9 вопросов. Вам достаточно просто слушать, здесь выбирать позиции не из чего, но однозначно что-то вы услышите для себя. Почему я выбрала вопрос, связанный с «Зоной комфорта»? Потому что периодически мы залипаем в нее, и нам вообще неприятно двигаться по жизни. Почему неприятно? Потому что для того, чтобы идти в развитие, это не всегда приятный процесс, когда мы ему сопротивляемся. Потому что на пути развития всегда мы сталкиваемся с какими-то преградами, с болью, с разочарованиями, с негативными эмоциями. То есть через какие-то негативные эмоции, преодолевая их, проживая, мы приходим в мире двойственности к более позитивным чувствам. И так идет по переменам. И поскольку любые негативные эмоции, чувства, они в какой-то степени нас разрушают, мы им сопротивляемся, поэтому мы привыкли зависать в более понятной, комфортной, приятной атмосфере. И это нормально, это естественно. Но, к сожалению, семерка выпала, мечей, хитрим, обманываем, да, нечестны с собой. Но, к сожалению, в эту жизнь мы пришли для того, чтобы развиваться и для того, чтобы просто двигаться, а не останавливаться. Именно поэтому я выбрала этот раскат. Показатель того, что вы залипили и находитесь в зоне комфорта, это то, что, скорее всего, когда вы... Ну, вот есть такое ощущение, да, что ничего в вашей жизни не происходит, ничего нового, ничего интересного. Знаете, бывает иногда, что ты работаешь над чем-то, а вот прогресса не видишь какого-то определенного. Такое ощущение, что вот как-то упираешься в стеночку, да, вот это вот выражение. Упираться головой в потолок, да, упираться в стенку, стучаться в закрытые двери. То есть само выражение уже говорит о том, что мы находимся в каких-то рамках, в каком-то ограничении. Это и есть наша зона комфорта. Хорошо. Итак, я сказала уже 9 вопросов, да, мы будем рассматривать в этом раскладе. Наверное, я выложу все 9, либо постепенно. Нет, давайте лучше постепенно, потому что, ну, выкладывать 9, это будет очень много, у меня займет большее место. Хорошо. В компьютере у меня вопросы, поэтому я буду периодически туда заглядывать. Первый вопрос. Ваша зона комфорта в настоящее время? Всегда начинаем с того, что рассматриваем, что же сейчас происходит на данный момент. Давайте посмотрим, в чем ваша зона на данный момент, зона комфорта. В том, что вам приятно все, что вам ценно в какой-то сфере может быть. Да, это связано с финансами. Либо это связано с коммуникацией, с обменом с людьми, в общении, с социумом. Итак, зона комфорта в настоящее время – это то, что вам понятно, это то, что вам известно, те ценности, которые у вас есть. То есть, если в приоритете у вас, к примеру, семья, то вы больше уделяете вниманию ей, и где-то пошел вот именно перекос с другими сферами. И сейчас, возможно, даже есть такой шанс, такая информация, которая вам говорится о том, что вы можете выйти именно, ну, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы выйти из этой зоны комфорта. В чем выражается ваша зона комфорта? Зона комфорта ваша выражается в том, что вы работаете, знаете, с какими-то старыми детскими, да, детскими моделями поведения. С тем, что вам известно из прошлого, из далекого детства. Это могут быть ваше какое-то детское поведение, которое было в семье. Вы его очень хорошо усвоили. И сейчас именно как раз такой момент, когда вы биологически выросли, но поведение ваше, вот эта вот модель, поскольку вы ее не переосознали, не произошла переоценка, да, то есть вы ее не перепроверили сейчас уже во взрослой жизни, то есть как вы вели себя в детстве, так вы себя ведете по этой модели поведения и сейчас. И вот в этом вам сейчас на данный момент и комфортно. То есть то, что было в прошлом, то, что было понятно, то, что было известно, то, как вы общались, да, то, как вы общались в семье, то, как, да, здесь вот, либо то, как вы общались в вашем роду. То есть если, допустим, мы говорим об отношениях, да, о коммуникации, то здесь, возможно, то, чему вас научили ваши родители, либо в вашем роду, как было принято, то есть какие традиции, да, передавались из поколения в поколение. И сейчас как раз-таки пришел тот момент, когда вам нужно это пересмотреть. Почему? Потому что эти традиции, они уже перестали влиять на вас, потому что время изменилось, и ценности, они могут и оставаться прежними. Но отношения, да, и ваш взгляд на эти ценности вам нужно именно пересмотреть. Сейчас я еще посмотрю на Таро Шамана, в чем выражается, да, ваша зона комфорта. Да, в том, что сейчас именно настал тот момент, когда у вас произошло завершение некого этапа, и зона комфорта связана с тем, что у вас есть какие-то авторитетные люди в вашем окружении. Опять-таки скажу, возможно, здесь отсылка будет идти к какой-то бабушке, да, либо к какому-то девушке, который действительно для всего рода был очень важным, очень значимым человеком, и он был неким идеалом. И сейчас вы проживаете именно тот момент, когда ваши идеалы рушатся, и вы находитесь в такой некой пустоте, и в ней немножечко подзавислены. Но это переходный этап, это завершающий этап, и вот эти все идеалы ваши, они рушатся, связанные с именно, знаете, да, опять детство здесь выходит, с детским поведением. И у вас идет некое такое разочарование, и вам это больно. То есть, возможно, здесь и вскроется какая-то правда, когда мы говорим про информацию, о том, что, возможно, вы уважали какого-то члена вашей семьи, да, в прошлом, дядю, тетю, не знаю, может быть, даже и кого-то из родителей. И вскрывается здесь какая-то правда, которая может разрушить именно ваш идеал этого человека. Ну, как пример, вы, наверное, считали, я не знаю, какого-то своего дядю очень богатым человеком, да, что он был вот купцом, там, помогал, да, занимался благодеятельностью какой-то, да, совершал какие-то хорошие поступки, но по факту, возможно, вскрывается то, что эти деньги были достигнуты, ну, не совсем правильным путем, да. Может быть, где-то была какая-то коррупция, либо, ну, обман, воровство, то есть, ну, нечестным путем были достигнуты те или иные деньги. И вот этот вот ваш идеал, он как будто бы рухнет. Ну, я сейчас привела один общий такой пример, вы уже на себе примерьте. Какие идеалы рушатся в вашей жизни? Именно идеалы прошлого. Хорошо, второй вопрос. Почему для вас важно находиться в этой зоне комфорта? Ну, потому что на данный момент вы не хотите двигаться, вы не хотите углубиться в себя, и вам более комфортно. То есть, это, знаете, это какая-то такая вот некая вторичная выгода для того, чтобы вы не двигались в профессиональном плане. То есть, это может быть, знаете, какое-то такое некое убеждение в том плане, что, ну, вот в моей семье, да, мы были все бедные, мы были какие-то зависимые, либо мы никогда не создавали свой бизнес, и у меня не получится, потому что у меня нету такой модели поведения, у меня нету такого примера. И вот это вот ваше бездействие, да, когда вы связаны по рукам и ногам, вы не можете двигаться вперед именно в своей профессиональной деятельности. Это сейчас, почему вы находитесь, да, в этой зоне комфорта? Потому что вы не видите дальнейшего своего развития именно как профессионала. Вы не знаете, как это сделать, у вас просто нету такого опыта, потому что то, что вы хотите, здесь получается так, что вы уже переросли вот свои вот эти вот семейные традиции, да, какой-то вот потолок в вашей семье в той или иной сфере, когда люди добивались какого-то некого успеха. И сейчас вы переходите на абсолютно новый этап, пришло время, и вы не знаете, как это сделать, потому что вы очень легко достигли того, что того предела, который был в вашей семье, а дальше двигаться вы не можете, потому что вы не знаете, как. И сейчас вам нужно разрушить вот эти вот прошлые рамки, прошлые ограничения для того, чтобы перейти на другой уровень. И для этого сейчас в вашей зоне комфорта вас остановили для того, чтобы вы заглянули вглубь себя и увидели, что на самом деле ваш уровень профессионализма он намного выше, чем уровень ваших предков. Что заставляет вас пребывать в этой зоне комфорта? Ну, нежелание просто трудиться, потому что у вас есть сценарий, когда вы ставили себе какие-то карткосрочные планы, и вы их быстро достигали. Достигали и потом как-то вот, ну, разочаровывались, не было какого-то интереса. А сейчас время немножечко изменилось, и вам показывают то, что пришло время выстраивать, наоборот, долгосрочные какие-то цели, глобальные, масштабные, и над ними трудиться каждый день. А вот такого вот опыта у вас нет. Здесь опять-таки нужно погрузиться в губь своего бессознательного и понять именно, чем вы можете поделиться. То есть опять в очередной раз в каждом раскладе почти я говорю о том, что наступает то время, когда вы начинаете, вот настолько переполнены знаниями, настолько переполнены уже, я могу сказать, что даже есть некое такое присущение каким-то опытом, что просто не делиться уже невозможно, потому что ваш сосуд, он заполнил до краев, и если, и он уже не впускает ничего нового. Просто у вас такой, знаете, ступор, не хочется уже ничего нового, потому что старым не поделились, потому что себя не освободили. И вот какие-то перемены идут внутри вас, когда вы уже осознаете, и не только осознаете, вы уже хотите это делать, совершаете уже какие-то первые поступки в плане того, чтобы отделиться, в плане того, чтобы отдавать что-то другим. Не потому что это так нужно, то есть здесь вы уже переросли даже и в понимании, знаете, таких заветов, да, что поделись ближним своим, да, а у вас уже пришло более такое глубокое понимание, а для чего вам это делать, то есть что вам это даст, что заставляет пребывать в зоне комфорта. Нежелание идти в новый опыт, знаете, нежелание переродиться, не веря в то, что в новом опыте вы получите радость. То есть вот здесь вот у меня идет так интуитивно, что вы просто боитесь, вы боитесь каких-то новых эмоций, потому что они вам будут непонятны, они вам будут неизвестны. То есть до такой степени уже ощущается страх, прошлый опыт, вообще прошлые опыты, множество на числе, они были настолько болезненные, настолько разрушающие для вас, что вот этот вот именно сценарий постоянного движения, он у вас уже воспринимается как разрушение. То есть вам уже больно от самой идеи, даже не столь страшно двигаться вперед, сколько сама идея о том, что опять все начинает сначала, уже не хватает сил, уже не хватает вот этого детского, интереса, да, двигаться в новое, потому что уже сразу возникает полная картинка того, как это было в прошлом, что это было сложно, это было болезненно. И вот эти вот эмоции сами, они вот эти негативные, они вас в какой-то момент останавливают, но вам нужно понять, что это было в прошлом. Сейчас новые опыты, которые будут приходить в вашу жизнь, они будут абсолютно другие. Они вам неизвестны. Не факт, что новый опыт, в который вы попадете, он будет болезненный. Карта вот прям, четверка костей, да, вот здесь вот эта вот карта как раз-таки говорит о том, что вот повернитесь против социума, да, против того, как двигаются другие люди. Увидите вот эти вот преобразования, преображения внутри себя, трансформации, эти бабочки, идите по зову своей души, идите туда, куда вас тянет, не бойтесь, это будет новый опыт. Я не могу сказать, что он будет безболезненный, но он будет другой, абсолютно другой. Здесь слово «другой» именно как раз-таки и описывает всю ситуацию, что здесь нельзя предсказать, какая ситуация будет, то есть какие эмоции, как вы можете себя подстраховать. Здесь карта говорит о том, карта говорит о том, что здесь не нужно себя подстраховать, просто нужно нырнуть во всю эту глубину и получить абсолютно новый опыт, перерождение, начать радоваться переменам. То есть понимать, что перемены – это часть вашей жизни и понимать, что даже если придет что-то такое негативное, болезненное, неприятное, оно приходит только для того, чтобы вы осознавали ценность того хорошего, что следует именно за негативом. То есть потеряв что-то, мы начинаем больше ценить то, что приходит за ним. Потеряв какие-то, ну, возможно, отношения, за которыми мы цеплялись, сдержались, а они уже отжили свое, мы понимаем уже с приходом нового человека в нашу жизнь, что насколько мы себя ограничивали только вот теми старыми моделями, да, общения с другим человеком, оказывается, у меня есть возможность выстроить новые отношения по-новому абсолютно, так, как я раньше не знала. То есть если в первом случае я проигрывала сценарий зависимых отношений, где не было духовности, не было общения, узнаваемости, все происходило очень быстро, то сейчас наступает такой момент, когда вы можете выстраивать отношения заново через узнавание, да, то есть не торопиться, развивать, ну, довериться вообще ходу событий, как это может происходить. То же самое и в профессиональной сфере. Попробовать себя в той сфере, где вы, ну, никогда ранее себе не пробовали, но просто вам интересно не с целью, чтобы получить какой-то результат, да, сразу финансовый, а просто с целью поисследовать. Моя детская мечта, что я еще не сделала, давай я просто попробую. Интересно попробовать ради самого процесса. Так, третий вопрос, что влияет на формирование зоны комфорта, да, какие сценарии, страхи, блоки? Давайте посмотрим здесь как раз-таки сценарии, блоки. Здесь, знаете, страхи касательно своих желаний и при этом вас останавливает только некая такая вот иллюзорность, когда что-то непонятно и что-то неизвестно. Это то, что вас может остановить именно в зоне комфорта. То есть вы хотите что-то начать, но у вас, возможно, не хватает каких-то знаний и вам непонятно, как что-то начать. И здесь вот из-за того, что нету прояснения полной картинки того, куда двигаться, да, когда нету четкости, когда нету ясности, и вот это вот вас останавливает. Хотя, в принципе, абсолютно все знания у вас есть, но здесь еще сценарии могут проигрываться в плане того, что вы не умеете выстраивать стратегически свое поведение. Будет это отношение, будет это профессиональная сфера. То есть у вас нету стратегии, у вас нету модели поведения, как можно все строить, вот знаете, с ручкой и бумажкой. То есть не просто так, а давай я попробую. А именно понимать, а что вы делаете, для чего вы это делаете, к чему вы хотите прийти. То есть, знаете, вот именно расписать, создать, такое, вот у меня идет, как в архитектуре, да, то есть для того, чтобы вселиться в дом, да, и жить в своем доме, сначала нужно получить его видение, того, как вы хотите, что это за дом должен быть. А потом вы свое видение переносите на бумагу, да, выстраиваете чертежи, потом начинаете договариваться с людьми, которые будут этот дом строить, строителями и так далее, и тому подобное. То есть есть четкий план. И в конечном итоге всегда, в принципе, то, что мы видим, наше видение, и то, что получается, оно отличается. То есть то, что проявляется в реальности, оно всегда бывает намного лучше. Почему? Потому что мы это проживаем, мы это можем пощупать, мы можем это потрогать. То, что у нас в голове, вот эти вот картинки, в них нету чувств, в них нету ощущений. И поэтому в реальном мире то, что мы строим, оно в действиях, оно намного лучше, чем в мире, ну, разума, да. И здесь страхи как раз-таки говорят о том, что выстраивайте стратегию, думайте о последствиях, как это будет, но не в плане того, чтобы вас это останавливало, да. Вот вы боитесь именно последствий. Каких последствий вы боитесь? Да, что вы нацелитесь на то, что перейти на другой уровень, ну, а все будет происходить очень медленно, и, да, вы боитесь, что вам придется где-то конфликтовать, с кем-то отстаивать свои границы. Вот вы не хотите здесь, такой еще сценарий может проигрываться, что вы хотите быть хорошей для всех, вы не хотите вступать в открытую конфронтацию. То есть вам детская модель, такое поведение, возможно, вам говорили в детстве, то есть, ну, не нужно рассказывать, да, лишний раз промолчи. Такое вот, возможно, убеждение будет, да. Либо еще убеждение такое, ну, зачем она тебе надо, да, ну, ты не видишь, что другие мучаются, тебе зачем это надо? То есть вот эти вот убеждения из детства, они вас не подталкивали к тому, чтобы вы шли к своей цели, а наоборот вас останавливали. И вот здесь вот вы не привыкли конфликтовать, не привыкли отстаивать свои границы. Конфликт – это через проявление себя, через то, чтобы показать, а что вы достойны, а что вы хотите, а почему вы хотите. То есть, стать понятным для людей. Вот здесь вот то, что я говорила, страхи, здесь вы непонятны людям. Люди не понимают, что вы хотите, на что вы нацелены, за что вы готовы бороться, что вы готовы отстаивать. И вы крутитесь в своем сценарии, да, каких-то своих убеждений, своей некой правды, от которой вы уже сами устали. То есть здесь один из таких сценарий, что вы уже понимаете, что то, во что вы верили, очень глубоко внутри себя, оно уже отжило, вы уже стали другим человеком. Но почему-то, по каким-то причинам, возможно, вы еще и не уделили этому времени, то есть не погрузили себя, не осознали, что на самом-то деле вы стали другим человеком, не таким, каким вы были в прошлом, да, допустим, год назад, два. Вы уже действительно повзрослели. И вам от ваших вот этих вот убеждений уже стало настолько тяжело муторно идти по жизни, что приходит осознание, что уже нужно что-то меняться. И вот именно быть честной с собой, признаться, что окей, тогда я считала так, сейчас я считаю иначе. Это не проявление слабости, а наоборот, это проявление и показатель той силы, да, вот именно силы духа, которая есть, то есть умение признавать свои ошибки. Тем самым вы оставляете вот эту вот тяжесть в прошлом, что вы уже в нее не верите, но вот как-то вот все на автопилоте у вас, не верите в какие-то свои идеи прошлого, но вы их оставить не можете. Потому что вам кажется, что люди о вас подумают как-то вот плохо, как-то иначе, как? Ты же всегда была, допустим, болезнь за справедливость, да, или еще, что сейчас с тобой произошло. А сейчас я просто поменялась, и у вас есть это право. Вот такие вот сценарии и блоки убеждения у вас выходят. Как они сформировались? Вы знаете, я вижу, что здесь они формировались как-то кармически, вы настолько потеряли себя, что, да, как сформировалась зона комфорта. Вы просто потеряли себя, реально. То есть вы настолько углубились в тот процесс, когда вы живете как-то для других. Ну, чтобы, не то чтобы угождать другим, а вот как-то жизнью других людей. Вы интересовались больше, что интересно другим людям, что они хотят. Такое вот ощущение, что все было для других, для других, и вы как-то вот себя потеряли на этом пути. И сейчас пришло то время, когда вам нужно восстанавливаться. Вам нужно понимать, что уже борьба с теми ветряными мельницами, которые были у вас в голове, вам уже не нужна. То есть вы как-то так интересно формировали свою реальность, придумывали что-то. И потом это случалось именно в реальной жизни. И вам приходилось это преодолевать. И вы говорили, вот, видишь, я же думаю. То есть сами себе говорили, я подумала, что так и будет. Да, так оно и есть. Вот, пожалуйста, следствие того, что я подумала. То есть я была на правильном пути, и поэтому сейчас все разрушается. А вам нужно понять, что... Вы в свою зону комфорта входили, потому что постоянно находились в какой-то некой борьбе. Причем с тем, чего нету. Это есть только в вашей голове. И сейчас вам дан импульс на то, чтобы вот это все разрушить. Но нужно быть немножечко осторожным в плане того, что здесь карты говорят, что насколько вам, вы знаете, все так тяжело сейчас. Вообще сам процесс, он какой-то вот такой тяжелый, затянувшийся. И все рушить просто нету сил, нету ресурсов. И карты говорят о том, что вместе с сухими травами, которые нужно будет срезать, будьте осторожны, вы можете срезать и свежую, молоденькую травку. То есть не рубите с плеча, да, если я правильно, с горяча, да, с плеча как-то такое-то выражение, да, я не знаю. То есть не включайте другими словами эмоции, а просто быть немножечко такими разумными в своих поступках. Так, давайте посмотрим здесь, что карты говорят, что запускает вот этот алгоритм вхождения в зону комфорта. Ну, ваши желания, ваша цель ничего не делать, да, то есть находиться больше в принятии, как я и сказала, да, с другими людьми, то есть, ну, зачем лишний раз конфликтовать, я лучше приму и побуду вот в этом. Такая мягкая, такая хорошая, душевная для всех, да, с пониманием. Вот это вот нужно разрушить, да, вот это вот желание, то есть, ну, я вас понимаю, я понимаю, да, то есть вы находите оправдание всем людям. Вот желание оправдывать других людей, желание показать, что вы способны увидеть ситуацию со всех сторон, и поэтому, ну, хотите помочь вот другим. Вот какие-то вот такие вот у вас желания здесь проскальзывают, которые вот запускают вот это пространство зоны комфорта. Хорошо, для чего вам дано препятствие сейчас, да, что вот вас не выпускают из зоны комфорта? Какие вам ресурсы необходимо вскрыть благодаря выходу из этой зоны комфорта? Да, да, то есть здесь речь идет о ресурсах. Если вы устроите эту зону комфорта, какие ресурсы вы себе откроете? Ну, вообще, это будет вход в другую жизнь, абсолютно в другую жизнь. Это, во-первых, это будут ресурсы в плане финансов, то есть умение зарабатывать деньги, да, понимать, как устроено изобилие. Это будет такой, знаете, некий шанс, который придаст внутренний стержень в вашей жизни. То есть вы обретете какой-то, знаете, если говорить о ресурсе, понимание смысла жизни. То есть для чего вообще вы живете? Вот эти вот ценности глубокие внутри вас, они именно вскроются. Ценность того еще, что, знаете, какой ресурс? Умение меняться. Умение видеть ситуацию насквозь. То есть если чуть выше мы говорили о том, что вы не любите, но у вас нету ясности, четкости, то сейчас у вас вскроется вот этот ресурс, когда вы будете, благодаря своему прошлому опыту как раз-таки, видеть ситуацию насквозь. То есть вас легко обмануть, но это будет, скорее всего, не про вас. Вы вскроете внутри себя такое, знаете, успокоение, умиротворение, когда вы придете вот именно в баланс в душе своей. Знаете, вот эта вот трансформация, которая произойдет, она напомнит вас ресурсно. То есть здесь вы вот именно внутренние какие-то свои ресурсы найдете, кроме того, что ценности. Вы обретете внутренний стежек, обретете внутреннее спокойствие, потому что вы будете видеть ситуацию насквозь, вы будете понимать, что с вами происходит, и это вот вас как-то успокоит. Какое-то, знаете, внутреннее успокоение, удовлетворение, наслаждение. Вот эти вот ресурсы у вас вскроются, прям круто. А к какому результату вы должны прийти? Ну, смотреть на ситуацию открытыми глазами, да, и делать именно, научиться делать выбор, выбор своего пути, какой выбор ваш, как нужно двигаться, к чему вы хотите прийти, на что вы хотите опираться, на добродетель, либо наоборот, где-то на хитрости какие-то. То есть к какому пути вы пойдете, по какому пути вы пойдете, что вы выберете, то вы и получите. И вы должны это понимать, что все происходит по кармической справедливости. Что посеешь, что и пожнешь. Выбор за вами. И тот, и другой вариант, потому что у людей, к которым вы находитесь, как я уже говорила в жизни, что это процессы, и акцент нужно держать на процесс, то вот здесь вот именно вас ангел благословляет на познание вот этого добра и зла. Просто идите и делайте. Что бы вы ни делали, это будет во благо, потому что это даст вам именно знание. Вот такой вот выбор вам нужно будет сделать. И к этому результату вы придете к пониманию, что в принципе любой из выборов, какой бы вы ни сделали, он по сути вам дает те знания, которые вы можете черпать, и на основе которых вы можете двигаться дальше. То есть другими словами, вы получаете опыт на этой земле. В чем вы обманываетесь, и что блокирует выход? Ну, блокирует однозначно то, что вы ходите по кругу. По определенному кругу вы не заглядываете вглубь себя. Все как-то поверхностно, нету души в ваших действиях, нету души в ваших поступках. Очень много страхов именно идти в неизведанное. То есть вы блокируете именно это. Вы блокируете свое дальнейшее развитие, идти туда, куда страшно. Вы боитесь разочароваться. То есть, ну, вот в этом вот ваш как раз таки обман. Что вы разочаруетесь, что туда, когда пойдете, вы ничего хорошего не получите, что там будет страшно. Вам просто нужно научиться принимать жесткие решения и двигаться дальше. Двигаться неважно куда. Дело в том, что здесь почему неважно куда я говорю. Дело в том, что результат, по сути, он не столь важен. Вначале я говорила, конечно же, о том, что важно выстраивать стратегию. Но когда вы знаете свою большую цель, для чего вы делаете что-то в этой жизни, то уже в каком направлении вы будете двигаться к этой цели, неважно. То есть, если ваша цель прийти на юг, вы неважно каким образом. Вы пойдете, может быть, напрямую, в окружном пути, либо просто начнете двигаться. Потому что неважно, в каком направлении вы будете двигаться, в конечном итоге двигаться-двигаться, вы все равно придете к тому месту, с которого вы начали. То есть, по сути, куда бы вы ни пошли, вы придете к себе, к своей душе, к своей глубине. Поэтому я и говорю о том, что процесс очень важен. Вы придете к себе, вам нужно просто двигаться и понимать, что любое движение – это понимание добра и зла, о том выворе, о котором я говорил чуть выше. И здесь, как раз-таки, исходя из этой позиции, вам не нужно бояться, что вы пойдете куда-то никуда. Куда-то никуда вы не сможете прийти однозначно. Вы придете к пониманию, что то, как вы двигались, возможно, это не ваше, и вам нужна основа вернуться к балансу, к равновесию, либо вы получите сатисфакцию того, что вы двигаетесь в правильном направлении. Но и то, и другое будет правильно. Как это влияет, вот это вот ваше нежелание идти в глубину, в неизведанное страхи, бездуховность, как это все влияет на вашу жизнь? То, что вы не выходите из баланса, это влияет на то, что вы не выходите из баланса. Вам нужно выйти из баланса, что я имею в виду, обычно мы идем в баланс, в плане того, что чем дальше вы отходите от баланса, то идете неизведанное, вы понимаете тем самым, как вам нужно правильно двигаться. То есть, куда бы вы ни пошли, вы познаете одну из двух сторон медали. И вам нужно именно, вы настолько хотите быть в гармонии, то есть, у вас сама цель, мне хорошо там, где я нахожусь, мне понятно, и здесь для меня баланс. Я в спокойствии, мне ничего не раздражает, но потому что мне все понятно. И я вроде бы нахожусь в иллюзорном балансе. На самом деле, это не баланс. Баланс – это умение соединять обе стороны медали, и ту, и другую. Но если вы будете находиться только в спокойствии, в дзене, в гармонии, о котором говорят, вы никогда не познаете противоположную сторону. То есть, вот эти вот разочарования, то, чего вы боитесь, боли душевные, страхи, о которых я говорила чуть выше, только, идя в это, вы познаете противоположное. У вас задача – познать именно противоположность. Для того, чтобы получить, как я сказала уже по выбору, по влюбленным, понимание, что есть добро и зло. Вот ваша задача – получить вот этот опыт дуальности. И поэтому, если вы не идете именно в этом направлении пути познания добра и зла, то вы вы никогда не познаете ту глубину, ту истину, которая скрывает за своей занавесью и верховная жреца. То есть, вы никогда не познаете те сакральные знания, но если они вам необходимы, если нет, то нет. Но я думаю, что все, кто слушает мой канал, уже привыкли к тому, что я говорю о духовности, о духовном развитии. То есть, если вам действительно важны вот эти вот понимания, сакральные знания, более глубокие понимания, для чего вообще я живу на этой земле, для чего я пришла сюда, что именно мне нужно познать. То есть, такие более возвышенные, что ли, значения. Вы их никогда не познаете, если вы будете находиться в балансе и гармонии. Вам нужно отклоняться. Чем больше вы будете отклоняться от своего пути, от равновесия, тем больше вы будете познавать, что есть белое и что есть черное. Чем опасно пребывание в этой зоне? Ну, в том, что вы никогда не научитесь коммуницировать, вы не набьете себе шишек, не получите никакого опыта, и тем самым вы будете находиться постоянно в зависимости от своей хитрости. Вы будете хитрить, как вам оставаться именно там. Ну, то есть, вместо того, чтобы все силы свои направить на то, чтобы двигаться дальше, да, чем-то интересоваться, что-то познавать, вы свои силы будете тратить на то, как сохранить то, что вы уже имеете. И вот здесь вот от этого вы будете зависимы. От того, чтобы, ну, я не знаю, если, например, вы не хотите пойти на работу сегодня, у вас нету настроения, вместо того, чтобы набрать начальника и сказать ему открыто, честно, что да, я не хочу, и я беру ответственность за свой выбор, и я понимаю, что, возможно, ты меня уволишь, возможно, ну, я не знаю, у меня как-то будут какие-то взыскания, наказания, но я действительно не в ресурсе, я не хочу этим работать. Вместо того, чтобы сказать вот так вот честно, откровенно о своей позиции, вы начинаете придумывать, что сделать, как соврать, и тем самым вы разрушаете именно себя, вы впадаете в зависимость, потому что одна ложь, она приводит к второй, и ваша жизнь, она как раз-таки основывается именно на некой лжи, на некой выгоды, постоянно вторичной, на неких хитростях, только для того, чтобы не работать над собой, находиться вот все время в этой игре своих иллюзорных желаний, ничего не действовать, то есть, как сделать так, чтобы ничего не делать, и все поменялось, как сделать так, как бы придумать такое, как бы схитрить так, чтобы, ну, мне за это ничего не было, чтобы я хотела получить что-то, но при этом ничего не делала, либо желание, которое я хочу, ну, я хочу это получить, хочу получить сразу, но по факту вам это не нужно, вам нужно нечто другое, а не то, зачем вы гоняетесь, ну, гонитесь. Хорошо, путь выхода, что нужно осознать, какие действия предпринять, что нужно осознать, опять выпадает карта влюбленная, опять карта выбора, вам нужно осознать, как раз таки, именно то, что вы на этой земле находитесь только для того, чтобы познать дуальность, вот это, если говорить о духовном уроке, чем больше вы сможете познать дуальность вещей, то есть рассмотреть, знаете, здесь состояние должно быть именно доверие, доверие к тому, что тот, кто создал вас, тот, кто создал всю эту систему, тот, кто создал Землю, тот, кто создал космос, он настолько действительно демиург всего, создатель всего, что наш маленький опыт человеческий, каждого человека, сколько он прожил, 30 лет, 40, 20, неважно, он настолько мелочный, он настолько минимальный по сравнению с тем, что было создано кем-то более разумным, и исходя из этой позиции, вам нужно просто понять и осознать, что если вы родились на этой земле, ну и верите в какое-то перерождение, реинкарнацию, да или вообще, что мы проходим здесь какой-то опыт, обучения, вам нужно просто довериться тому, кто вас создал, что если он создан, неужели вы считаете, что в своем пути, в своей жизни он оставит вас, неужели вы считаете, что он столько вложился в нас, чтобы создать по своему образу и подобию, чтобы придумать такое идеальное тело для каждого из нас, которое работает как механизм, как часики, где я порой, сама удивляюсь, ну как так, почему он придумал именно две ноги, две руки, то есть все так продумано, почему не создал какой-то простой механизм, как я не знаю, какая-нибудь, ну, какая-нибудь бочка, да, чтобы мы передвигались в бочках, просто крутились, ведь продумано все до мелочей, и когда начинаешь думать с такой точки зрения, то уже начинаешь осознавать, что все, что нам дано, у нас уже все есть, понимаете, единственное, что нужно, просто проживать, пришло, прожили, неприятно, теоретически просто, но на практике очень сложно принимать, когда тебе больно, очень сложно принимать негативную сторону, но так мы никогда не познаем и позитивную сторону, и вот нужно осознавать именно, что вы на этой земле пришли ради этого выбора, чтобы сделать выбор, каким путем вы пойдете, и постоянно вы его можете менять, то есть, если вчера я была на стороне темных, сегодня я могу прийти на сторону белых, или наоборот, вас уже тут все и так никто не будет, все зависит от того, что вы хотите получить, что вы хотите познать в этом выборе, какие действия вам нужно предпринять, вам нужно рассматривать ситуацию вообще многогранно, со всех сторон, научиться входить не только со своей стороны, со своей позиции, а уметь входить в позицию другого человека, вашего собеседника, смотреть на эту ситуацию с третьей позиции, как будто бы сверху, когда вы общаетесь, то есть, многогранно рассматривать любую ситуацию, в этом и заключается ваша задача, ваш опыт новый, в который вы приходите, вы уже ушли от каких-то определенных, более бытовых моментов, ваш сейчас уровень развития, он настолько высок, что вы уже можете смотреть, вы пришли уже в той духовности, которая вам нужна, вы можете смотреть уже на ситуацию, ну, условно говоря, с позиции Бога, то есть, а для чего она дана в более масштабных размерах, то есть, что Бог хотел бы познать сейчас через меня, что ему сейчас нужно в этой ситуации узнать, что я могу, проживая вот в этом теле, в этот момент, показать Богу, что я должен увидеть, что он хочет увидеть, чтобы я увидела и рассказала ему про это. Вот смотрите на ситуацию всесторонне, многогранно, сверху, снизу, с любой стороны, умейте договариваться. Вот эти действия вам нужно совершать. Хорошо? И последний вопрос, как будет меняться ваша жизнь, если вы последуете рекомендациям Таро? Однозначно. Первое, что у вас будет, это разбитое сердце. Мы начали с того, что рушатся ваши идеалы, рушатся ваши авторитеты, и результатом, если вы выйдете на это, у вас будет разбито сердце. Сердце ваше будет разбито только потому, что вы придете и опуститесь на самое дно. Своими мыслями вы будете разрушать иллюзии, и этот процесс, он будет болезненный. То, как происходит разрушение всего старого, вам физически будет больно, не только душевно. Но вы пойдете другим путем. Вы пойдете другим путем, когда вы будете доверять своему состоянию внутреннему. Это то, к чему вы должны будете прийти. Как будет меняться ваша жизнь, вы начнете слушать себя, свой внутренний голос. Вы будете понимать, что что-то вас манит сделать то или иное. Когда вы прекратите хитрить собой и обманывать, будете честны, вы начнете раскрывать в себе такие способности, когда вы будете слышать свой голос, и вы будете идти за ним. и будете понимать, что то, что вы слышите и делаете, на самом деле это самое идеальное, что можно было сделать в тот или иной момент. То есть будет такое возникать ощущение, что вы просто пришли куда-то, а вас там ждали, хотя об этом вам еще не успели сказать. То есть вы как будто бы будете перед самой ситуацией создавать. То есть все будет закручиваться вокруг вас. Не вы будете крутиться в ситуации, а все будет закручиваться вокруг вас. Но к этому прийти вам нужно, чтобы к этому результату. Вам нужно пройти все остальное, что я сказала до этого. А это очень долгий путь, это не будет быстрым путем. Что еще вам нужно будет? Вам нужно будет просто двигаться. Знаете, вот именно получать удовольствие от своего процесса, рождать какие-то некие идеи, получать азарт и интерес от жизни и понимать, что все есть духовные уроки, которые исходят из вашего сердца. То есть больше уделять внимание к вашему внутреннему состоянию. И вы придете к изобилию. Да. Вы придете к изобилию и выйдете из своего вот этого вот пассивного состояния, апатии и перейдете на другой уровень. То есть вы опуститесь на самое дно. Туда, где ну вот вам нужно просто опуститься. не сопротивляться. Не сопротивляться. То есть здесь десятка, здесь десятка. Для того, чтобы найти кубок изобилия в своем сердце. Для того, чтобы принять вот эту вот свою душу и ощутить ее. Не просто понимать, что что-то большее есть внутри вас, а прийти именно к этому союзу, союзу собой. Осознать и ощутить вот это вот знаете милосердие, да, вот это вот открытое сердце. Ну прям прям я не знаю, ну кубок изобилия, да, он так и называется. Чему вы придете, в конечном итоге, да. Вы придете к тому, что просто не будете мешать тем процессам, которые будут происходить внутри вас. Вы их просто будете принимать. Что бы ни пришло, как бы ни пришло, вы будете, если будет приходить что-то болезненное, вы будете говорить, что окей, я пока, ну я не могу контролировать, я ничего не контролирую в этом мире, поэтому я просто могу принимать. Мне неприятно, мне некомфортно с честностью, открытостью говорить, озвучивать об этом. Но при этом я буду, я буду оставлять вот все, за что я цеплялась в прошлом и верить, верить в то, что-то, что с вами происходит, оно происходит каким-то определенным причинам, которые вы пока не осознаете, но просто принимайте. вот да, вот такой, сколько вам времени, просто не захотелось такой габарный вообще урок, сколько времени на это идет. Знаете, как ни странно, но это не будет так долго, у кого-то это будет месяц на то, чтобы вот пришло вот это вот переосознание, а у кого-то три, вот от одного до трех месяцев вам понадобится на то, чтобы все это переосмыслить, все это переживать, все это ощутить, понять, осознать и начать действовать. И вы придете вот к такому прекраснейшему результату, нелегкому пути, но мне кажется, что это будет действительно другой уровень. Сегодня получился необычный какой-то расклад для меня самой, да, я хочу вас поблагодарить за внимание, за ваши комментарии, мне будет очень интересно, например, мышкой думаю, что остановлю камеру, мне будет интересно, если вы напишите свои комментарии, насколько то, что я сейчас говорила, вам отозвалось и на каком этапе, потому что здесь очень много этапов, здесь не один этап, здесь несколько этапов развития, каждый может находиться в самом начале, уже более продвинутое, ближе к концу, к завершению вы находитесь. Мне очень интересно прочитать ваши комментарии, подскажите, пожалуйста, на каком этапе вы находитесь и действительно ли так, что те этапы, которые вы прошли, это именно те, которые я озвучила, именно так они у вас происходили. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я вас благодарю за внимание и до новых раскладов. Записаться ко мне на консультацию вы можете по ссылочкам ниже. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.